Сегодня у администрации города сменили флаги России, области и города. Готовятся к 12 июня. Какова продолжительность жизни флага? Какое время года самое опасное для полотен? И как происходит процесс замены на новый? Смотрите в нашем сюжете. Правильно закрепить флаг Владимир Рыбалко может даже с закрытыми глазами. И это неудивительно, ведь этим делом он занимается уже более 20 лет. Это стало его первой обязанностью, которую он получил, когда пришел работать в администрацию. Тогда флаг был всего один на крыше здания. Позже к нему добавилось еще два полотна и три перед входом в мэрию. Всего сейчас их шесть. Каждая крайне подвержена погодным условиям. Яркое солнце, дождь, снег – все это враги долговечности материала. Естественно, что износ проходит, вот, пожалуйста, ветер. Если бы в этот момент еще был дождь, значит, считайте, что это бы в два раза быстрее, может быть, за месяц бы разрывается флаг. Зимний-весенний период самый сложный. На полотнах налипает снег, что значительно усугубляет ситуацию. Под его весом флаг разрывается. Менять его на новый приходится каждый месяц. А вот в летний сезон сохранить материал в надлежащем состоянии можно куда дольше. Замена происходит всего один раз. И, кстати, не всегда из-за разрыва. Иногда флаг достаточно просто постирать. Мачта эта, она с нержавейки. А нержавейка, она будет вечно, как графит, будет пачкать. Поэтому их можно постирать. Бывает такая ситуация. Но такая ситуация бывает крайне редко. Чаще всего полотна все же надрываются. А это признак необходимой замены. Обрезать флаг по месту надрыва или подшить нельзя. Согласно требованиям он должен быть утилизирован. Так за год администрации приходится сменить в среднем около 30 флагов России, области и города. И все это работа Владимира Рыбалка. Механизировать это нельзя никак. Никто не полезет. Без вашей помощи никуда. Да, наверное, все-таки какую-то помощь и оказывает. Владимир Яковлевич Рыбалка признается, что в течение всех 20 с лишним лет слегка волнуется, когда меняет флаги. Это лишь одна из его многочисленных обязанностей по обслуживанию административного здания. Но самая ответственная и почетная. Ксения Туечкина, Эндрей Кузьмин, Антенна 7.